Ирина Николаевна, скажите, пожалуйста, как общаться с обидчивой матерью? С удовольствием. Давайте посмотрим. Мама обижается, потому что ей очень хочется поменяться своими местами. Обида — это у нас детская эмоция. Обида — это когда ребёнок губы надувает, потому что не справился, ему прям хочется злиться, ему хочется прям прибить того обидчика, который не делает так, как он ему говорит. Вот и ваша мама решила на вас обижаться, потому что вы не создаёте ей те условия, которые бы ей хотелось видеть. Следующий этап — это когда вы должны разобраться, по какой причине мама всё-таки обижается, что ей хочется и что вы не создаёте. И третий этап — это вы действительно согласны с тем, что надо создать эти условия, у вас есть для этого возможности, то тогда вы честно, как по-взрослому, заявляете позицию, говорите «мама, услышь меня, пожалуйста». На сегодняшний момент складывается так ситуация наших с тобой взаимоотношений, что я могу сделать вот это, вот это и вот это, и я на это имею средства, возможности, время и всё остальное. Значит, всё, что хочешь ты на сегодня, пока не решаемо в данных условиях. И я понимаю, что ты обязательно обидишься, и я понимаю, что тебе будет плохо, тебе будет голова болеть, обида просто так же не проходит, оно с чем-то связано. Какие-то последствия показательных выступлений должны вам постоянно напоминать о том, что не свершилось то, что должно было быть. Так вы сначала решите, насколько те требования, которые от вас хотят, для вас приемлемы. Вот знаете, обидчивый человек, он что делает? Он или надувается, молчит, с печали, гордыня называется. У гордыни есть обратная сторона, патологическое чувство вины своей несостоятельности. Но я буду тщательно это скрывать, или мама ваша будет тщательно это скрывать, и будет гордиться собой, потому что я вот то-то сама, я на Сахалине там была, я на Целине была, ну такой вот какой-то оправдательный. А обычно ещё такие люди говорят, времена были тяжёлые, но я тебя подняла, там, кормила-поила, одевала-бывала. Вот таким способом, иносказательным, что вам нужно расшифровать и понять. От вас требуют компенсацию. И вам нужно решить, какой уровень компенсации вы готовы предоставить. Почему за всё в этой жизни надо платить, как не банально это звучит. И мама теперь тоже хочет возврата того, вложенного тех лет, там, денег и всего прочего. И у неё есть представление, как это должно выглядеть. Так вы сначала про то, вот как она хочет это, чтобы было, выглядело, а вы, честно, готовы, нет. Как только вы сядете и проясните по-взрослому, и поймёте, что вот то, что мама хочет для вас, это, возможно, не в тягости, хорошо, вы сразу договариваетесь. Мама, я обеспечиваю тебе вот такие условия проживания, мы с тобой договариваемся, и продлеваете формат ваших взаимоотношений, чтобы не получилось, что вот это да, а теперь следующее. Если мама не согласна и не готова брать из ваших рук деньги, там, или ещё там что-то, ну тогда маме нужно, чтобы вы стали убогим. Рассказываю историю, что вот вы понимали. Мама, которая живёт там, условно, в однокомнатной квартире, к ней приезжает сын, у него вроде всё ничего, и деньги водятся, и бизнес там большой, небольшой, свой. Ну, в общем, всё ничего. И мама каждый раз, знаете, заставила всю квартиру такая, всё у неё там упаковано годами, и когда он приезжает с женой и с детьми, им негде разместиться. И естественно, при наличии денег и возможностей, каждый раз этот сын спрашивает, говорит, мам, давай хотя бы двухкомнатную квартиру купим, потому что, ну, вдруг, что, сыновья там, внуки придут, тут развернутся они. Нет, нет, мне чужого не нужно. Мы сделали эксперимент. В прошлом году купили хорошую квартиру, обставили светлую, чистую, прям вот на Сходнинской, ну, вот всё хорошо, в лесу, в парке, ну, прекрасность. Привозим маму. Мама говорит, не, я чужого не беру. Мужчина решает квартиру пока сдать, ну, чтоб не простаивала. И мама начинает показательные выступления. Я не могу себе позволить даже врача вызвать, потому что вот стул этот был и сломался, в общем, куча проблем, куча препятствий. Но мама в своей жизни, вот в этой вот однокомнатной квартире, она ничего менять не хочет. Она хочет предъявлять претензии и быть всегда недовольна сыном и делать его виноватым и несостоятельным. Почему, объясняю? Потому что мама не смогла, и он свою жену и своих детей любит больше, чем маму. А мама этого позволить не может. Это называется собака на сенюш. Простите меня за такие слова. И замолчать не могу, и изменить ничего не могу, и буду тобою недовольна. Так вот, честность и правдивость по этой жизни самое простое. Предложили, купили, не хочет, не надо. Но тогда и вы регламентируете количество обид, одеваемых вам на голову. Но с вашей стороны, во избежание вот такой ситуации, не во всех случаях так происходит, бывает по-разному, так вы совершите какой-то поступок для прояснения и предложения тех возможностей, как сын, как взрослый человек. Создать или предложить то, что вы можете, как благодарность, как ответная реакция в то, что у вас вложили. А вот выберет мама или не выберет, вот тут уже вопрос. И это ей принимать решение. Принимает она вашу благодарность, как возврат. или и не принимает, и недовольна, и все не так. Чем быстрее и качественнее вы это проделаете, тем или действительно вы что-то не увидели, и от того, что вы предложите, мама станет счастливой, улыбающейся и перестанет обижаться. Или вам придется форматировать вашу коммуникацию. В меньшей степени приглашать врача, который будет рассказывать интересные вещи вашей маме. Или оставить в покое на какой-то промежуток вашу маму. На самом деле выход всегда есть, но благодарность, как сына по отношению к матери, чтобы увидеть обратку, возьмет, примет, не примет, и что нужно на самом деле, вам придется прояснять самостоятельно. Это должна быть честная позиция. Потому что от этого и зависят будущие последствия, в каких отношениях и в каком формате они будут между вами и мамой продолжаться. И поверьте, чем быстрее вы это сделаете, тем легче и лучше прояснится ситуация в вашем случае и в случае с мамой, а вообще с вами, с вашими близкими. Чем меньше нераскрытостей, чем меньше ситуаций незавершенных, тем проще и легче найти выход. И меньшее обременение значит легче будет жить. Именно психологически легче будет жить. Потому что все, что не закончено, оно тянет, оно напрягает, оно требует внимания, оно вызывает сопротивление, это все накапливается. Вот лучше по уровню поступления. Зашла ситуация, разобрались, решили, закрыли. Зашла, решили, закрыли. И одномоментно все, что не закрыто, чуть-чуть почистите свою жизнь. Тогда и сил будет больше, и энергии будет больше, и возможностей. Огромное количество можно будет увидеть.